В Шадринске прошел фестиваль керлинга. Мероприятие реализуется в рамках проектов «Доступный керлинг» и «Зима спортивная». Учащиеся старших классов, а также студенты, смогли попробовать свои силы в таком новом виде спорта, как керлинг. Наш город стал уже четвертым в списке, где областная федерация проводит подобные мероприятия. Фестивали также прошли в Варгашах, Китово и Кургане. Главная цель – познакомиться с олимпийским видом спорта, провести мастер-классы, рассказать правила, поделиться опытом, найти неравнодушных людей, которые смогли бы его развивать. Мы идем навстречу данному виду спорта, показать нашим детям данный, как сказать, экзотический, вообще даже для Курганской области вид спорта, может кого-то заинтересует, но и пропаганда здорового образа жизни и спорта, и разнообразие видов спорта, я думаю, это положительный результат для ледовой арены, для города Шадринск. Также руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму Александр Вележанцев отметил, что с началом работы ледовой арены в Шадринске стал активно развиваться хоккей в планах открытия отделения фигурного катания при школе «Парус». Появились и отличные условия для занятий по керлингу, что также отметил вице-президент федерации Андрей Петров. Для того, чтобы в области у нас узнали об этом виде спорта, мы проводим такие мастер-классы по различным нашим населенным пунктам. И вот сегодня мы в городе Шадринск, и здесь прекрасная ледовая арена, и можно создать прекрасные условия для занятий керлингом в том числе. Федерация керлинга была зарегистрирована в 2019 году, а первая профессиональная дорожка появилась в Курганской юности в сентябре прошлого года. Уже более года спортсмены из областного центра имеют возможность заниматься этим видом спорта и в данный момент находятся на всероссийских соревнованиях в Сочи. В Шадринске же прошли соревнования для старших школьников и мастер-класс для студентов ШГПУ. Это не случайно, так как данный вид спорта будет включен в спартакиаду школьников и в универсиаду. Нам важно, чтобы ребята могли иметь возможность подготовиться к этим соревнованиям и показывать хорошие результаты. Есть тренера, которые способны воспитать, поделиться опытом. При этом мы можем пригласить тренеров из Москвы, которые могут показать мастер-класс и повысить уровень любых людей, которые хотели бы быть или тренерами, или тренироваться самостоятельно. По результатам фестиваля будут сформированы две команды, которые представят наш город на областных соревнованиях. В планах у организаторов посетить Юргомыш и Притобольный район. Отметим, что в области существует проект «Доступный керлинг», который реализует Федерация Курганской области. Он стартовал в регионе летом этого года. В Кургане еженедельно проводились бесплатные тренировки и мастер-классы. Также проект включает в себя областные соревнования по керлингу. В России он больше 30 лет уже существует. И у нас есть знаменитые спортсмены. Очень хорошие результаты Россия показывает. Но очень мало регионов занимались. И ввиду того, что конкуренция низкая, можно быстро достичь высоких результатов. На данный момент Федерация Керлинга Курганской области ищет заинтересованных лиц в населенных пунктах региона для развития и пропаганды данного вида спорта. Готовы оказывать всевозможную помощь в открытии секции и проведении соревнований.